Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск «Вести» Карачева-Черкесия. Сегодня в нашем выпуске. Мы продолжаем рассказывать об историях мужества тех, кто сражается в зоне военной спецоперации. На этот раз героем сюжета «Вестей» стал Александр Винников. Больше шестидесятков лет вместе, в чем секрет долгого крепкого союза, семья Шоровых и Схабеза рассказали это гостям, которые пришли их поздравить. Главные факторы аварийности на дорогах в рамках проекта «Продвижение безопасности» в Карачево-Черкесии полицейские провели профилактические акции. Продолжается реставрация единственно усилевшей водяной мельницы в Аулихурзу. На сколько процентов волонтеры восстановили объект культурного наследия? Служба Родине – почетное и достойное дело, которое позволяет ощутить свою причастность к великому общему делу. Так считает военнослужащий Александр Винников. Он несет службу в зоне СВО, защищая интересы своей страны. Подробности у Алибаташева. Я пошел туда, на зону СВО, чисто только, чтобы не было нацизма в мире. Вот и все. Его нужно закончить там. Сейчас он дома на реабилитации после второго ранения. Рядом любимая жена и дочь. Поддержкой заботы второй половинки творят чудеса. Александр Винников вновь готов к выполнению боевых задач в зоне СВО. В 2012 году уроженец Волгограда Александр Винников приехал в нашу республику для прохождения срочной службы. Понравилось, остался здесь, продолжил служить по контракту. Уехал на СВО. В настоящее время командир отделения в звании сержант. В Запорожье подразделению под его командованием удалось нанести серьезный урон противнику. Александра наградили знаком отличия Ордена Святого Георгия. Георгиевским крестом четвертой степени, медалью за отвагу и медалью Суворова. Если ты чувствуешь ответственность за свою страну, если ты чувствуешь, что твоей стране нужна помощь, то, безусловно, нужно идти и помогать. Потому что очень много ребят, которые идут не за деньгами, а идут туда именно потому, что нужна помощь в стране своей. Сейчас Александр собирается в очередную командировку в зону спецоперации, так же, как это было после первого ранения. Только все сплочились, это как стала моя вторая семья. И я созванивался с ребятами, когда я был здесь, я созванивался с ребятами, и они мне говорят, Саня, тебе так не хватает, Саня, тебе так не хватает. И я все, и не мог, я знал, что у меня есть здесь семья, конечно, моя жена, дочь, но они в безопасности, поэтому, а там ребятам нужна помощь. И все, я не стал ничего, проходить никакие комиссии и прямым рейсом туда сразу. Быть женой военного тяжело, но почетно, считает супруга Александра, Алена. Я мужем очень горжусь, он наш герой, он непробиваемая наша крепость, наша защита, опора. Конечно, горжусь, люблю, всегда стараюсь поддержать, как могу. Сильная любовь, все вместе переживем, все пройдем, я рядом всегда буду, несмотря ни на что. Как бы тяжело и трудно не было, мы всегда его ждем, всегда верим. Считаю, что сейчас наша армия набрала сильный оборот, мы сейчас знаем многое, противник почти сломлен, я считаю, еще чуть-чуть, и мы достигнем своих целей и закончим СВО. Как и многие россияне, Алена будет ждать возвращения мужа с надеждой и любовью. Али Баташев, Вести Карачаева, Черкесия. Главнее всего погода в доме, а все, что кроме, можно вспоминать и радоваться всю жизнь. Семья Шоровых отметила 63-летие совместной жизни. Как пронести через года доверие, любовь и преданность. Теплоту семейного очага ощутила и узнала секреты создания крепкой семьи Майя Хамдохова. Семье Шоровых радостное событие. 63 года вместе, рука об руку. Супружеская пара Юрий Абдулахович и Лиля Айсона принимают поздравления от самых дорогих и близких им людей. В рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности к пожеланиям присоединились почетные гости. Представители администрации Хабетского района, сельского поселения, управление ЗАГС Карачаева, Черкесии, представители общественного движения Адыга Хаса. В районе вы известная семья, вас знают, уважают, почитают за весь тот путь жизненный, который вы проделали. Я хочу вас поздравить, пожелать мирного неба, здоровья, счастья, процветания, чтобы вы увидели счастье ваших пра-пра-внуков. Я вас поздравляю. Юрий Абдулахович и Лиля Айсона уверены, что несмотря на тяжелые времена, им удалось пронести через года преданность и верность друг к другу. Они достойно воспитали и вырастили четверых детей. Сегодня их окружают 9 внуков и 19 правнуков. Слова благодарности и трогательные поздравления в этот день в адрес горячо любимых дедушки и бабушки прозвучали от внучек из далекого Урала. Мы, ваши внуки и внучки, горды тем, что перед нами есть пример такой благородной и уважаемой пары. Мы вам желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья. Мы вас очень любим и каждый раз ждем с нетерпением встречи с вами. От имени главы республики Рашида Тимрезова и главы администрации Хабецкого района семья Шоровых вручили удостоверение со знаком отличия образцовая семья Карачаева Черкесской республики. Из рассказов Юрия Шорова на пороге их детства стояла Великая Отечественная война. Они дети, повзрослевшие очень рано. И несмотря на тяжелое детство, мы смогли преодолеть все преграды. И секрет нашей крепкой, дружной семьи очень прост. Любите и уважайте друг друга, несмотря ни на что, обратился к молодым семьям глава семьи. Я им желаю всего хорошего, чтобы на небе был мир и счастье. И если не секрет, как вы познакомились? Ну, здесь такого секрета у нас ученые. По соседству жили, познакомились и поженились. Благодаря нашей матери. У меня отец не был мать. Говорит, вот соседка хорошая, запери замуж. И я забрал ее. Древняя мудрость гласит, что мужчина в своей жизни должен сделать три вещи. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И в день семьи, любви и верности образцовая семья Шоровых подтвердила свой статус крепкой, дружной семьи не только грамотами, но и большим жизненным опытом. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашубоков, Вести Карачаева, Черкесия, Хабецкий район. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и мощным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-21, в горах местами плюс 9-14, днем плюс 26-31, в горах местами плюс 16-21 градусов. В северных и центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью кратковременная дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21, днем плюс 29, плюс 31 градусов. Ожидается высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. Два человека погибли, один травмирован в результате ДТП на автодороге Черкесск-Хабес. Сотрудниками ОВД проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. На втором километре автодороги Черкесск-Хабес водитель автомашины «Лада Приора», 35-летний житель аула Энджичукун, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Лада Гранта», за рулем которой находился 71-летний житель станицы Зелечукской. В результате происшествия оба водителя транспортных средств скончались на месте автоаварии. В лечебное учреждение госпитализирован пассажир «Приоры», 35-летний житель Энджичукуна. Участок дороги, на котором произошло ДТП, не является очагом аварийности. У водителей взята кровь на исследование. Автомашины изъяты и помещены на специализированную стоянку. Свою работу в Карачаево-Черкесии завершила социальная кампания «Про движение без опасности». Федеральный проект в каждом регионе фокусируется на главных факторах аварийности. У нас основные мероприятия были направлены на снижение количества ДТП, связанных именно с нарушением скоростного режима. Ахмат Халкетчев продолжит. Акция нацелена на то, чтобы водители выработали привычку ориентироваться не только по дорожным знакам, но и по сложившимся на данный момент обстановкой на дороге. Для оптимального скоростного режима, подходящего к текущим условиям, крайне важно учитывать такие моменты, как погодные условия, время суток и видимость. На конкретном участке трассы отмечают полицейские. Когда у нас нарушается скоростной режим, как правило, последствия бывают тяжкие. И посему, конечно же, проблему эту нужно решать. И, естественно, это как один из методов решения данной проблемы. Принять участие в увлекательно-тематической викторине волонтёры предлагали практически всем водителям. Для обеспечения максимальной рандомности категории вопросов автолюбителям предлагают запустить импровизированное колесо «Фортуны». Ну, вопросы были несложные. Как бы всё по правилам, поэтому для меня сложности не возникло. Я всё как бы знала по поводу того, что спросили мне девушки. Желающих не только проверить, но и освежить свои знания оказалось немало. Ответившим на большинство вопросов правильно предусмотрены сувениры с символикой социальной кампании. Водители тоже интересуются сами, иногда начинают спорить. И мне тоже бывает интересно объяснять им, рассказывать что-то. Тех, кто помнит всё – большинство. Ну, а тем, кто всё же подзабыл, полицейские и консультанты напоминали простые, но крайне важные правила, которые должны сберечь самое ценное – жизнь и здоровье людей. Ахмад Халкевичев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии с перевала на базу вертолётом эвакуировали подростка из-за плохого самочувствия. 13-летняя туристка почувствовала недомогание в Архызе вблизи перевала Пхия. На помощь выдвинулись спасатели Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. Подростка эвакуировали на вертолёте и передали врачам. Мудрость поколений, заключённая в материально-духовной культуре, и есть душа народа. Ранее мы рассказывали о группе энтузиастов, объединённых с заботой сохранения уникальных памятников карачаевского средневекового деревянного зодчества. Первым объектом и пока ещё основным, за спасение которого взялись волонтёры, стала единственная уцелевшая водяная мельница Ваули Хурзук. Об успехах и новых находках из глубины веков в материале Ахмата Халкевичева. Объект материально-культурного достояния, за спасение которого сейчас взялись волонтёры, уникален сразу по нескольким причинам. В принципе, все древние и струбные строения Большого Карачаев специалисты считают последними в оси Западной Европы. Также это единственный на данный момент образец классической карачаевской мельницы. До депортации, по данным историков, во всём Карачае их было 17. На сегодняшний день проведены большие объёмы крайне сложных и трудоёмких мероприятий. Если выразиться в цифрах, выполнено около 30% от общего объёма тех работ, которые необходимо произвести для полного завершения реставрации, говорят энтузиасты. Первым делом разобрали крышу. Дальше, не нарушая конструкцию веткового сооружения, необходимо было все стены вывести в один уровень. Перепады в некоторых местах составляли не чуть ли полметра. Мы пока крышу не разобрали, мы не понимали, какие там ещё сложности появятся. Мы думали, снизу смотрели, там брёвна вроде хорошие. Когда сняли крышу, они были полностью сгнившие. Вот это была первая большая проблема. Обвязку делали. Чтобы когда мы поднимали, стенки старые у нас уже из дерева, чтобы она не разошла, чтобы не сломалась, чтобы она как общий каркас держалась. Совсем недавно довольно интересную находку сделали энтузиасты. При разборе напольного настила обнаружились доски, утыканные кусками камня. О прямом предназначении древних агрегатов узнали от старейшин аула. Тогда же комбайнов не было. Надо было пшеницу, ячмень и так далее, другие злаковые обрабатывать. И вот они стелились на такие доски. И уже на них их катали, чтобы колоски размолоть и получить зерно. Абсолютно случайно, вот здесь мы его нашли. Пока так укрыли, и шарлах, потом, наверное, поставим куда-нибудь, чтобы люди могли видеть. И напишем, для чего и как они применялись. Единомышленники уверены, что оригинальное сооружение удастся сохранить не меньше, чем на 80%. Тем не менее, задача стоит сохранить свыше 90%. На стенах сруба заменена только верхняя обвязка. Сложности возникают в восстановлении полов и крыши, делятся добровольцы. Можно было его разобрать, точно с такими же размерами, с нуля построить такое здание. Но мы хотели максимально оставить то, что было. Не считая верхней связки, 100% сохранено. Вот стенки. Ну, с крыши уже полностью у нас придется поменять крышу. Но если полностью докончить работу, мы постараемся сделать так, что как будто оно так и было. Активную поддержку энтузиастам, пытающимся сберечь для грядущих поколений не только напоминания, но и свидетельства об их предках и корнях, оказывают многие. Но, как говорят сами добровольцы, в благом деле любая помощь не лишняя и крайне ценна. Ахмад Халкечев, Миха Каракелян, Витя Карачаева-Черкесия, Хурзу, Карачаевский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лимитчицы». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова